Еще один препарат, здесь есть гексаклинз. Опять, ребята, это я сейчас не только Риджи Ди Ке. Вы сейчас поймете, почему. Смотрите, гексаклинз содержит гексамидин. Что такое гексамидин? Это антисептик. В вашем умывающем средстве может быть другой антисептик. Кому подойдет этот препарат? Вы сейчас думаете, ну сейчас она скажет, для жирной и проблемной кожи. Я скажу, что этот препарат подойдет для умывания для любого типа кожи, на которой появились высыпания. Помните, когда мы с вами говорили, что на сухой коже тоже могут появляться высыпания? Можете ли вы умыться этим средством, когда у вас есть высыпание? Да, конечно. И я категорически против использования этого средства на постоянной основе у тех, у кого есть жирная кожа и у тех, у кого есть проблемная кожа. Потому что, ну проблемная же кожа. Вы же не родились с проблемной кожей. Вам же нет проблемной кожи все время. Вы можете использовать это средство или подобные ему средства с антисептиками, с антибактериальными препаратами, когда у вас есть высыпание. Появился стресс, мы уже это обсуждали еще, появились высыпания, вы пользуетесь этими средствами. Может быть месяц 2-3, но пока, если это очень агрессивные высыпания, если их много. Когда же вы видите, что высыпания нет, но остались застойные пятна, слышите меня, застойные пятна не надо лечить антибактериальными средствами, антисептиками. Это уже другое, это уже реакция меланоцитов в ответ на воспаление. Они лечатся рассасывающими препаратами, мы поговорим о них дальше. Поэтому вы убираете это средство и берете вот такое подобное, которое я только что говорила, где есть мягкие умывающие средства. Понимаете, вот это, это лечение. Знаешь, да, сейчас в мире умывания, ну, есть такие бренды, которые прям создают только умывание, мы знаем. Да, да, да. Так вот, они ввели такое понятие, как situational cleansing, да, то есть... Супер! Ситуативное умывание. Совершенно верно. То, как ваша кожа сегодня чувствует, вы должны вот зайти в свою ванную и перед умыванием понять, что вам сегодня нужно. Супер! Очень правильный подход. Это так же, как мы когда работаем с желудочно-кишечным трактом. Мне всегда спрашивают, пробиотики хорошо, я могу пропить пробиотики? Я спрашиваю, а зачем? Если у вас, вы хотите что-то восстановить, вы пробиваете. Если просто так, то зачем? Нет, на сегодняшний день нет ни одного препарата, даже витамины не нужно пропивать просто так. Если у вас есть дефицит, вы их пропиваете. Если у вас нет дефицита, и это касается кожи в том числе, потому что я сталкиваюсь с огромным количеством контактных дерматитов после лечения акне. Потому что акне пролечили, работают с застойными пятнами и продолжают издеваться над кожей антибактериальными препаратами или антисептическими, типа вот этого света, гексамидина. Понимаете? Оно замечательное, но только когда есть причина его использовать. Когда есть, как Ася всегда говорит, боль. Вот если у вас есть боль, есть высыпание, вы пользуетесь. Ушли активные высыпания, остались застойные пятна, вы переходите на... Переходите на дручок. Да, и о них сейчас тоже говорят. Переходите на дручок.